Пенсионная система Пенсионная система Пенсионная система Пенсионная система Пенсионная система Пенсионная система новые квалификации для того, чтобы быть востребованными на рынке труда и успешно трудоустроиться. И с 2019 года государством предусмотрены большие финансовые вложения именно в это направление деятельности службы занятости, то есть подготовка и переподготовка пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Но еще я хотела бы заметить, что российское законодательство, оно не предусматривает норм, при которых граждан увольняют по достижению пенсионного возраста. Гражданин вправе сам решать, продолжать ему работать или нет. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то угроза скрывается. На сегодняшний день востребована ли эта услуга, вот эта программа, которую предлагает государство? Много ли пенсионеров или людей предпенсионного возраста обращаются в Центр занятости, чтобы освоить какую-то другую профессию или получить новые знания, квалификации? Ну вот если говорить по прошлому году, к нам обратилось 80 граждан-пенсионеров, и 60 из них были направлены на профессиональное обучение. Конечно, перед этим с ними была проведена большая профориентационная работа, тестирование, выявление профессиональных склонностей, ну и так далее, другие мероприятия, которые предусмотрены законом. И в дальнейшем, да, они были направлены на обучение, получили профессию и трудоустроились. То есть 80 – это в Архангельской области целиком? Да, целиком. А как Вы считаете, это же немного? Это немного. То есть это что означает, на Ваш взгляд, что нет таких фактов, что люди предпенсионного возраста остаются вдруг без работы, либо люди, может быть, не знают, что им может быть оказана помощь? Вот почему так мало? Я думаю, что тут, наверное, несколько факторов, да, в том числе и возможные незнания, хотя Центр занятости проводит очень большую разъяснительную работу, в том числе и в отделениях социальной защиты, и в отделениях пенсионного фонда. Вот, но это желание гражданина. Если он желает сменить род деятельности, конечно, он будет искать возможности. А Центр занятости достаточно обширно рекламирует свои услуги. Вот 60 человек, Вы сказали, они получили услугу, а Вы отслеживаете, они работают по-прежнему или, может быть, месяц-два там поработали или там поучились? Мы, конечно, стараемся. Мы, конечно, стараемся выяснять дальнейшие перспективы и результаты, которые достигнуты. И, как правило, связываемся, у нас есть контактные данные, мы связываемся с этими гражданами там по телефону или по электронной почте, эту информацию собираем. И в настоящее время мы также собрали и саккумулировали информацию о тех гражданах, которые у нас вот прошли обучение по всем районам области. Ну и, конечно, с их согласия её можем даже обнародовать. То есть большинство остаются и работают. То есть это всё работает. Да. Вот Вы уже сказали, что, в принципе, сегодня нет закона, по которому, если человек достиг 45 плюс такого возраста, то его могут убрать с этой профессии, с этой должности. Но, тем не менее, наверное, люди сталкиваются с этим, что если у тебя 45 плюс, то найти работу, наверное, тяжелее, чем человеку в 30 лет, например. Мы знаем, что президент как-то недвусмысленно поставил задачу, чтобы на уровне государства, после того, как, наверное, поменяется всё-таки пенсионное законодательство, были разработаны и приняты такие условия, при которых работодателям будет невыгодно увольнять людей предпенсионного пенсионного возраста. Вот это действительно возможно? Как Вы считаете, что здесь можно сделать? Я думаю, что для решения этого вопроса нет необходимости в карательных каких-то санкциях в отношении работодателей. Наоборот, следует подумать о мерах поддержки. Например, помочь работодателям, опять же таки, опережающее обучение своих сотрудников провести, например, граждан, которые не достигли пенсионного возраста, но повысить их квалификацию, обучить каким-то новым компьютерным программам или расширить какие-то другие компетенции. Это сделать за счёт государства. Таким образом, простимулировать работодателей быть заинтересованным в этом работнике, оставить его на рабочем месте и, возможно, использовать как наставника для тех молодых людей, которые придут на работу. Мы с Вами уже как-то обсуждали это, да? Что делать человеку, который, в принципе, уже достигнув определённого возраста, ему тяжело будет выполнять свои должностные обязанности, да? Мы говорили о ряде профессий, таких много, многие рабочие профессии, там, водители, например, да? Я приводила в пример, что, например, у нас есть такая должность как оператор, и, наверное, в 55 лет носить штативы, носить камеры, это всё оборудование в 20 с лишним килограммов, это тяжело. Что делать таким людям, им где находить работу, если они сами чувствуют, что, возможно, не будут справляться, а кто-то и по медицинским показаниям уже не сможет продолжить? Найдутся ли для вот таких людей рабочие места? Их ведь, наверное, сегодня не так много. Ну, хотелось бы сказать со стопроцентной уверенностью, что для всех найдутся рабочие места, но, конечно, это точечная работа, трудоустройство каждого отдельного гражданина, это работа не одного специалиста, и, возможно, она даже занимает некоторое время, и по нашим данным, и по нашим оценкам, это, да, бывает и три месяца, и четыре месяца, и как раз вот подключаются различные механизмы, когда и профориентационные мероприятия проводятся, и где-то социальная поддержка, психологическая поддержка, то есть идет работа с человеком, воспитание его мотивации, так скажем, к трудоустройству, к смене, может быть, рода деятельности совсем, возможно, переезда в другой район, и также с помощью службы занятости, да, реализация этого мероприятия. Поэтому тут вариантов очень много, и, конечно, нужно очень индивидуально к этому подходить. Но я хочу сказать, что источников информации достаточно, да, по поводу вакансий, по поводу банка данных, рабочих мест, но самое главное на передовом рубеже – это службы занятости. То есть вы советуете, если что-то возникает вопрос, и все-таки идти в службу занятости? Да, где есть и материальная поддержка, где есть, соответственно, и мероприятия, о которых я уже говорила. Хорошо. Вот остались и работают, никто никого не трогает, люди предпенсионного, пенсионного возраста на своем рабочем месте, не освобождаются рабочие места, нет вакансий, куда идти молодым специалистам. Ведь хотелось бы и их как-то не обидеть в этой ситуации. Вот, Светлана, я хочу привести в пример, может быть, это далекое прошлое уже, да, вот, допустим, 8-9 год, 2000 я имею в виду, 8-9 год, когда у нас наступил кризис. И ведь сотни работников оставались под угрозой высвобождения. И тогда были реализованы мероприятия, это опережающее обучение, это трудоустройство на другом предприятии работников, допустим, тех, которые под угрозой ликвидации находятся. Это содействие самозанятости, опять же. Это наставничество, это трудоустройство выпускников. То есть различные мероприятия проводились. Сейчас, в настоящее время, я думаю, что они обязательно будут, ну, просто педалироваться эти мероприятия, компенсация работодателям за трудоустройство молодого гражданина. То есть у нас есть программа, при которой заключается трехсторонний договор между центром занятости и работодателем, а также выпускником или молодым гражданином. В рамках этого договора по окончанию работ молодого гражданина работодатель получает компенсационные выплаты от службы занятости. Они разная сумма, разную сумму составляют, все зависит от периода работы этого молодого гражданина и от суммы его заработной платы. Но могу сказать, что это компенсационные выплаты, которые эквивалентны сумме НДФЛ, которые выплатили за работника. Востребована эта программа? Насколько работодатели идут, вот ее работают по ней? Программа, в принципе, востребована. Я не могу сказать, что у нас очередь из работодателя, конечно, состоит. И не всегда молодые люди вовремя оказываются у нас в нашем распоряжении. Это как? А вот так. Допустим, в этом году выпускники закончили учебное заведение. Вот сейчас летний период. В принципе, осень не за горами. И по опыту мы видим, что выпускники приходят к нам в ноябре, а иногда в декабре. Выпускники вот этого года. К сожалению, к этому времени заканчивается финансовый год. И все договорные обязательства, они уже становятся выполненными. То есть мы исчерпаем ресурсы этих мероприятий. Поэтому хотелось бы, чтобы они все-таки пораньше к нам обращались с целью трудоустройства. Понятно, что лето, и хочется, наверное, куда-то съездить, отдохнуть после учебы. Но вот надо думать и о перспективах своего трудоустройства. Центр занятости многие воспринимают, ну, как последнюю, наверное, инстанцию. Потому что часто вакансии, которые там предлагаются, они не столь дорогие, скажем так, по оплате, по предлагаемой зарплате. И люди неохотно, да, наверное, идут и там как-то вот до последнего оттягивают. Но сделан первый шаг. Человек попал на место, он себя хорошо зарекомендовал. И он потом может продвигаться по карьерной лестнице и получать большую зарплату. Получается так. Ну, в принципе, да, вы совершенно правы. Вы говорили сейчас о том, что в 2007-2008 году действовало очень много государственных программ. Они сейчас работают все те же? Антикризисные программы сейчас не работают. Но часть мероприятий, которые были тогда санкционированы, да, они вошли в новые редакции закона о занятости. Что сейчас работает, кроме вот того, о чем мы уже говорили ранее? У нас есть мероприятия по содействию самозанятости. Это одна история. И есть мероприятия по профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. То есть они числятся на предприятии, но вот находятся в декретном отпуске, хотели бы повысить свою квалификацию, что-то, может быть, даже поменять после выхода из декретного отпуска. И вот они обращаются к нам. То есть это не сама организация, а просто сама переобучение, да? Ну, допустим, молодая мама, она может обучиться предпринимательской деятельности, то есть основы предпринимательской деятельности. Такие направления тоже есть. И там различные аспекты на самом деле включаются. Прежде всего, специалист центра занятости, конечно, с этой мамой разговаривает, выясняет, что хочется и так далее. Ну, естественно, соизмеряет с теми возможностями, которые служба занятости обладает. И принимается решение, и там она начинает учиться. Если, допустим, после этого она захочет сменить род деятельности и организовать самозанятость, эта история начинается следующая. То есть и там проучили это всё, да? Да, да. Теперь потом снова предлагается новая поддержка, снова за счёт государства. Да, снова за счёт государства. Я бы хотела обратить внимание, что это за счёт областного бюджета делается. И, конечно, проводится с этим человеком, с этой мамой тестирование. Осуществляется помощь в составлении бизнес-плана, как мы говорим, техника экономической обоснования будущей деятельности. Рассматриваются эти бизнес-планы на комиссии, которая состоит не только из сотрудников центра занятости, но также приглашаются представители администрации, представители предпринимательского сообщества, работодатели, которые оценивают целесообразность и эффективность этого бизнес-плана. После этого выдаётся финансовая помощь. А какая большая? Она составляет размер, 12-месячный размер максимального пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент. Ну, это где-то от 72 до 78 тысяч в зависимости от района. Плюс оплачивается оформление всех документов, необходимых для осуществления деятельности. Востребовано это направление или нет? Направление это востребовано. Хотя, конечно, граждане с большой осторожностью решаются на этот шаг. Но я считаю, что вот та помощь, которая оказывается в центре занятости, когда идёт сопровождение до конечной точки начала предпринимательской деятельности со стороны специалистов центра занятости, это играет большое значение. Мы сейчас вот только два направления проговорили, а я вас немножко перебила. Вы говорили, что ещё есть другие программы. У нас есть программа трудоустройства выпускников об учреждении среднего профессионального образования от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые. Значит, в данном случае они также трудоустраиваются в рамках договора. Работодатель, центр занятости, гражданин. Но при этом они получают, кроме заработной платы, ещё материальную поддержку от службы занятости на период работы. Потому что, как правило, понятно, что у граждан, которые имеют опыт работы, зарплата, она несколько ниже, чем, допустим, у опытных работников, да, которые там имеют стаж работы и так далее. Поэтому вот эта поддержка, она является неким стимулом для того, чтобы вот работать и осуществлять трудовую деятельность. — Правильно ли я понимаю, что в 90-е, когда была массовая безработица, то основная задача центра занятости — это всё-таки было официально провести и выплатить пособия по безработице, поддержать материально людей, да? Сегодня у нас уровень безработицы, поправьте меня, если я не права, где-то в районе 1%, а меньше, больше, в зависимости от районов, да? Получается, что главные задачи у центра сместились, теперь это не поддержка безработных. Тогда что? — На самом деле все задачи остались, прибавляются новые. Что касается уровня безработицы, да, по России он 0,9%, в Архангельской области он составляет 1,4%. И могу сказать, что по сравнению, допустим, с этим же периодом 2017 года уровень безработицы снизился. Да, но несмотря на то, что вот это происходит, задачи, которые ставит государство перед органами службы занятости, они достаточно серьёзные и достаточно-таки амбициозные. Потому что это, во-первых, работа, да, с гражданами пенсионного, предпенсионного возраста. Это работа по защите и содействию трудоустройства молодых мам, которые имеют детей в возрасте от года до полутора, да, или до трёх лет, которые не имеют возможности в некоторых случаях устроить ребёнка в детский сад. Рассматривается мероприятие, их реализация, и деньги уже планируются в бюджете федеральном на эти цели. С тем, чтобы организовывать группы дневного пребывания, помогать молодым мамам организовывать самозанятость, опять же, и компенсировать расходы на создание таких групп. То есть это одно из направлений. Далее у нас с 2019 года будут реализовываться мероприятия по сопровождению инвалидов. Это тоже очень большая, серьёзная тема, которой уделяется очень пристальное внимание со стороны государства и со стороны наших региональных властей. Здесь, опять же, индивидуальный подход к каждому гражданину, имеющему инвалидность, точечная работа с ним, обязательно работа на результат, то есть либо это трудоустройство, либо это обучение. Ну, конечно, это всё по желанию гражданина, то есть при его желании, если он испытывает потребность. У нас в настоящее время уже ведутся реестры инвалидов, и центры занятости по территориальному принципу сработают с ними, то есть выходят на связь, либо посещают, либо звонят по телефону, либо почтовыми отправлениями приглашают обратиться в случае необходимости. То есть это на самом деле очень большая работа, которая требует человеческих ресурсов и эмоционального такого состояния соответствующего для того, чтобы всё-таки прийти к цели и выполнить те задачи, которые стоят сейчас перед нами. Марина Викторовна, в завершении, возвращаясь всё-таки к тому, с чего мы начали, не ожидаете ли вы в Министерстве труда региональном, что после того, как параметры пенсионной системы всё-таки поменяют, возрастёт уровень безработицы в Архангельской области? Какова вот сегодня ситуация на рынке труда? Есть ли возможности для перераспределения трудовых ресурсов? Ну, такие возможности есть. Как я уже говорила, у нас в Архангельской области, хотя нет, ещё об этом не говорила, про уровень безработицы только сказала. Коэффициент напряжённости на рынке труда меньше единицы. То есть количество безработных меньше, чем количество заявленных вакансий, которые содержатся в банке данных. Предложений о работе больше, чем предложений ищущих работу. Да, чем граждан, ищущих работу, которые официально, конечно, зарегистрированы в службе занятости. Поэтому, опять же, задача стоит преодоление вот этого дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, адаптация граждан к каким-то новым задачам, новым предложениям, перераспределение территориальной рабочей силы. Для этого, опять же, есть ресурсы. То есть это обеспечение переезда и переселения на новое место жительства, если гражданин находит подходящую для себя работу. В этом случае, ну, переезд — это временная работа, переселение — это постоянная работа. И в этом случае также служба занятости помогает. Все накладные расходы, связанные с переездом, с проживанием, это всё оплачивается гражданину, компенсируются, так скажем, его расходы. То есть, ещё раз, мы не ожидаем роста безработицы? Мы не ожидаем резкого скачка безработицы. Это самое главное. Ну, это оптимистичный прогноз, но мы будем его придерживаться. Марина Викторовна, спасибо вам за разговор. Сегодня на 13 этаже в гостях была Марина Мороз, представитель Министерства труда, занятостей и социального развития Архангельской области. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова